отмечают День независимости. Межгосударственный канал Останкино вновь предоставляет эфир таджикскому телевидению. И сейчас вы увидите обозрение «Таджикистан сегодня». Ассаламу алейкум, де устанья Азиз. Здравствуйте, дорогие друзья. Таджикское телевидение представляет программу, посвященную второй годовщине независимости Республики Таджикистан. Наш солнечный край приглашает вас, уважаемые телезрители, в гости к людям, живущим на щедрой и благодатной таджикской земле. Как бы ни было нам трудно, мы не разучились встречать гостей, любить, ценить тепло человеческой души. Наша страна переживает сегодня не самые лучшие времена. Тяжелые испытания пришли на древнюю таджикскую землю. Такой трагедии здесь еще не знали. Наша Родина была превращена в испытательный полигон, а все последствия кровавой бойни, спланированной врагами, обрушились на головы простых людей. Таджикистан искренне благодарен всем государствам Содружества, протянувшим руку помощи настрадавшимся людям. Мы признательны политикам и народам, выразившим глубокое беспокойство за судьбу Таджикистана. Всему миру известны древние таджикские города. От некоторых осталось сегодня лишь вспоминание в исторических справочниках. Другие продолжают жить и развиваться, несмотря ни на какие трудности. Жители республики бережно хранят и приумножают традиции своих предков, когда-то строивших эти города. Гордятся своими искусными мастерами-ремесленниками, учеными, поэтами, отважными воинами. Дюшанбе – столица Таджикистана. Молодой город. Его становление происходило в жестоких боях с басмачеством, утверждением подлинно народной власти. Упорный труд таджикистанцев превратил бывший кишлак Дюшанбе в цветущий город-сад. Сегодня это и крупнейший промышленный центр. Гражданская война не смогла уничтожить созданную народами красоту и очарование Дюшанбе. Как и прежде, в нем возвышаются здания жилых, административных, учебных и культурных центров. Как и прежде, Дюшанбе живет полнокровной жизнью, приводит себя в порядок от последствий недавних кровавых столкновений, принимает гостей. Людей, проживающих в нем, беспокоит его будущее. Ведь сегодня в Дюшанбе связывает свою судьбу весь многонациональный Таджикистан. Готовься к Дню Независимости. Вы что могли пожелать Республике в этот день? Мир и дружище. Вы местный житель? Нет, но я с 54-го года живу. Здесь живете? Вам Таджикистан нравится? Не то, что нравится. Я считаю, что моя родина. Что бы вы хотели пожелать Таджикистану в День Независимости? Счастья, чтобы было спокойно всегда. И граница, и внутри Таджикистана. Скажите, вы пограничник? Да. Таджийский пограничник? Нет, российский. Российский. Вот много разговоров идет о границе сегодня. Мы отстоим свою границу? Отстоим, конечно. Что нам сегодня нужно, чтобы Таджикистан был, как и прежде, богатым, красивым и гостеприимным краем? Ну, во-первых, дружба нужна, да, чтобы такого войны не было. В каком государстве война идет, там всегда страдает народ. Сегодня здесь решаются судьбы каждого из нас. Судьбы нескольких поколений, судьбы многих народов. Таджикистан верит, что в будущем народы бывшего Советского Союза придут к образованию нового политического и экономического союза неизмеримо более прочного, нежели тот, который слишком просто был разрушен. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию беседу с председателем Верховного Совета Республики Таджикистан Рахмоновым Эмамали Шариповичем. Я вас хочу поздравить с Днем Независимости нашей Республики как главу государства. И хочу спросить вас, каковы итоги двухлетней годовщины? Спасибо. Я тоже вас поздравляю. Но не секрет, что как удалось нам эта независимость. Прежде всего, после распада Союза и только что самое молодое государство остановилось на ноги, начались, как говорится, и гражданские войны. Действительно, для таджикского народа эта независимость была самая дорогая. Но все-таки итоги двух лет показывают, что действительно народ Таджикистана сможет самостоятельно развиваться, поднять экономику. То, что мы ощущаем в последние месяцы, в последние времена, особенно очень, я бы сказал, экономика республики на таком уровне, что ниже этого больше некуда. И действительно, это все сказывается на повышение цены, особенно товары народного потребления, продовольственные товары, которые в последнее время цены были подняты, цены. Но думаю, что это все временно. Народ Таджикистана сможет самостоятельно своими собственными руками, своей силой поднять экономику. У нас резервы есть, резервы большие. и прежде всего для всего народа Таджикистана важнее всего это мир на Таджикистане земли. Сейчас очень неспокойно на границе. Что бы вы могли рассказать о положении? Ну, я скажу так. Это не то граница, когда было 1 января или декабря прошлого года. граница закрыта. Закрыта совместными, я бы сказал, батальонами странами СНГ. И то армия, которую мы 23 февраля этого года создали, вторым шалоном для поддержки пограничников, то есть укреплена граница. и техническими средствами, которые сейчас укреплена граница, то есть не дает ни одному, я бы сказал, нарушителю, чтобы прорваться вовнутрь нашей территории. Ну, и будем делать все возможное, чтобы она была, как говорится, на замке. Как бы вы могли охарактеризовать нынешнюю общественно-политическую ситуацию в республике? Ну, что хотел бы сказать. Действительно, за короткое время сделано очень много, но еще проблемы достаточно. Нам удалось возвратить более 600 тысяч беженцев на родные очаги, прекратить кровопролитие по всему территории Таджикистана, кроме редких случаев, я бы сказал, конфликты на государственной границе и восстановление народного хозяйства. Ведь в ходе этих событий разрушено почти, что на 60% всего народного хозяйства более 150 тысяч жильих домов. это не учитывая те сооружения, школы, баллицы, мостей, дороги. И нанесен очень огромный ущерб Минздраву республики, автотранспортному хозяйству республики. И в настоящее время есть темпы прирост производства во всех сферах, прежде всего, я бы сказал, в аграрном секторе и в секторе промышленности. Расскажите, пожалуйста, о приоритетах внешней политики Таджикистана в мировом сообществе и в Содружестве независимых государств. Прежде всего, укрепляются наши связи со странами СНГ, особенно с Российской Федерацией и Среднеазиатскими регионами. И второе противное значение мы придаем на двусторонном взаимовыбленном отношении с азиатскими регионами. Третье направление, которое мы намерены и дальше будем развивать со странами европейского и американского континента. Таджикистан, как молодое государство, не может быть как говорится Швейцарией или Кувейд или какой-то третьей страной. то есть развивать по шаблону каким-то другими странами. У нас путь выбран это строительство я бы сказал правового светского демократического государства. Мы не собираемся строить исламское или коммунистическое общество. путь у нас однозначно избран после избирания конституционного правительства на 16 сетях Верховного Совета и у нас другого пути нет. Что бы вы могли пожелать народу Таджикистана? Прежде всего я хотел бы для своего народа мира, счастья и благополучия. Такова реальность Таджикистана. Именно поэтому наш народ уже сделал свой выбор, решительно став на путь подлинной демократизации общества, не делая различий между нациями населяющими республику, учитывая присущие каждому народу его исторические традиции. История активного гражданского противостояния в Таджикистане насчитывает вот уже три с лишним года, но по некоторым данным первые тщательно законспирированные ячейки исламской партии возрождения стали появляться еще в далеком 1975 году, когда западными спецслужбами начала приводиться в действие программа «Ислам против коммунизма». Именно тогда начала отрабатываться структура организации, основанной на жесточайшей дисциплине, воспитанной на непримиривой ненависти ко всему советскому, коммунистическому, русскому. Февральские события 90-го года в Душамбе показали, что основную массу митингующих погромщиков составляли подростки и молодые люди 14-22 лет. Именно на них, устроивших уколованный беспредел столицы, сбитьем витрин и грабежами, поджогами машин и убийствами ни в чем не повинных горожан, делали ставку идеологи фундаментализма и их западные хозяева, когда еще в застойные годы разворачивали сеть подпольных антисоветских организаций. но тогда в феврале 90-го в руках демоисламской оппозиции были только палки, кастеты, ножи. Но именно этот февраль стал той чертой, переступив которую оппозиция встала на путь открытой конфронтации с властью, осознанно ведя республику в гражданской войне. С другой стороны, генеральная репетиция государственного переворота показала, что антиправительственным силам явно не достает легитимности. И в 1991 году начинается процесс создания политических партий, общественных организаций. Но и тогда Исламская партия возрождения Таджикистана не стала официально признанной. Да и создание политической организации радикальной религиозной направленности могло насторожить общественные мнения стран мирового сообщества. Поэтому интересы этой партии на политической арене республики стала представлять демократическая партия Таджикистана. Таджикистана. Теперь, когда с лицом цивилизованной демократической оппозиции все было в порядке, необходимо стало заручиться поддержкой извне. И она не заметила себя ждать. Волной митингов август-сентября 1991 Душамбе занесло депутатов Собчака и Велихова с дежурными речами об идеалах народовласти и обещаниями всемирной помощи демократических сил России. С тем и отбыли. А Таджикистан приближался к самому страшному году в своей истории. Январь 92-го ознаменовался открытым заявлением оппозиции о готовности к вооруженному перевороту. В случае, если власти не выполнят всех требований. Теперь они уже стали сильны. Имея мобильные вооруженные формирования, поддержку мафиозных структур, уже не было необходимости продолжать игры в цивилизованную политическую борьбу. Нужен был только повод для начала активных действий. Им стала трансляция заседания Верховного Совета, на котором председатель президиума Сафарали Кинжаев вскрыл факты финансовых нарушений, коррупции в системе Министерства внутренних дел, обвиняя тогдашнего руководителя этого ведомства. На защиту опального министра, спекулируя на его происхождении, он уроженец Бадахшана, и бросилась демократическая оппозиция. Митинговый марафон в 50 суток закончился гражданской войной. Митинговый марафон в 50 суток Смерть скандировали собравшиеся на площади Шахидон, площади мучеников. И в ближайшие 4 месяца смерть стала хозяйкой на земле, в Таджикистане. Посмотрите, именно такой вариант демократии хотели навязать народу нашей республике. Но страшно то, что у этого варианта и по сей день есть свои защитники среди политиков и среди работников независимой прессы. Всех этих панфиловых и роторов, делающих свой бизнес на таджикской трагедии. Или можно забыть, как в день захвата республиканского телевидения на его территорию завезли два доверху полных бензовоза, а работников телецентра, а это были в основном женщины, согнали в подвал и там удерживали заложников. Или давайте забудем, что бывший предводитель демократов республики Шадмон Юсуков на пресс-конференции 10 мая объявил заложниками уже все русскоязычное население. А когда кровавая авантюра государственного переворота провалилась, жить он отправился именно в Россию. Имперский центр, с которым долго и плодотворно боролся. Давайте забудем о том, что сегодня практически в каждой таджикской семье оплакивают убитого, раненого, пропавшего без вести или угнанного в соседний Афганистан. Но война для республики не только день вчерашний, это и ее сегодня. Бандитам, засевшим в горных районах Таджикистана и их базовым лагерям на территории сопредельного государства, нужен постоянный коридор, по которому вышло движение продовольствия, оружия, наркотиков. И неоценима заслуга российских пограничников, делающих все возможное и невозможное для защиты рубежей, содружества, защиты мирного будущего Таджикистана. Здесь, на участке Нижний Пянч, спокойно. На той стороне афганский порт Шерхан, через который осуществляется основной пассажирский и грузопоток между нашими странами. Контролирует эти северные территории и границу Афганистана генерал Дустум. Он не ведет подрывной деятельности против душамбинских властей. Но работы по граничникам на КПП Нижний Пянч все равно хватает. Через этот контрольный пропускной пункт, вот уже последние несколько месяцев, идет основной поток беженцев, возвращающихся с территории Республики Афганистана. Я беседую с начальником КПП, капитаном Кирасировым. Товарищ капитан, какую работу сегодня здесь выполняет ваше подразделение? Наше подразделение выполняет задачи по пропуску, во-первых, лиц, пассажиров, грузов и транспортных средств через государственную границу. Случались ли нападения на ваших солдат? Нападения на солдат не было. То есть служба идет нормально? Служба идет нормально, работа в обычном русском. Кто сегодня ваши солдаты, кто составляет личный состав? Личный состав в основном составляют солдаты с России, но не контрактники, а солдаты срочных служб. Ну и как они относятся к службе здесь, в Таджикистане? По-моему, личный состав службы здесь, я служу по своему подразделению, службы на контрольно-пропускном пункте, довольны. Ну и чувствуют заботу с Россией, проезжают с комитета солдатской материи, вот гуманитарная помощь подходит, ну и подкрепление есть. То есть вы не чувствуете себя оторванными от той страны, которая вас послала? Не чувствую, не чувствую. Наоборот, чувствуем заботу. Но война, которая сегодня идет у нас в республике, не имеет политических или региональных особенностей. Гражданской эту войну тоже можно назвать с большой натяжкой. Достоверно известно, что в войсках так называемой оппозиции воюют далеко не граждане Таджикистана, а внутренний конфликт в нашей республике приобретает уже международное значение. Дело в том, что вот эти документы, которые передо мной, это, можно сказать, очень маленькая часть тех документов, которые мы получили, а остальные документы сейчас находятся в штабе. Но я вот скажу, эти документы очень принадлежат гражданам нашей республики, которые проводили, проходили подготовку, специальную подготовку в исламском государстве Афганистан. И вот даже вот такое вот это простое ознакомление, свершенное ознакомление, свидетельствует о том, что о явном вмешательстве другого государства в нашем внутреннем мире. Вот это удостоверение, вот пока у меня три, а их очень много, которые вот получены нами. Значит, это корти узбяты нахзаты сломы Афганистан. Это наши граждане, которые там уже получили это личное удостоверение, партийный билет исламского возрождения Таджикистана. Вот, допустим, здесь вот номер, там дата получения, это все 16 мая получение этого года. Здесь имя, вот здесь написано это место основного, это жительство, пьянский район. То есть, практически, это наши граждане, уходящие на территорию Афганистана и становящиеся маджахедами. Так называется их. Так и написано, вот вазифа маджахед. Главной задачей прорыва границы маджахеды видят пробить коридор внутрь Таджикистана, через который беспрепятственно перекачивались бы оружие и наркотики, предназначенные как для недобитых еще бандформирований на территории республики, так и за ее пределами. Весь участок дороги от Кишлака-Нангар до Кишлака-Дастишер борцы за народное счастье со стороны оппозиции тщательно заминировали, обрекая тем самым народы горного Бадахшана на экономическую блокаду голод, болезни. Операция правительственных войск, прошедшая в начале августа, была призвана освободить трассу на помер, с тем, чтобы дать возможность беженцам, скопившимся в горном Бадахшане, вернуться к своим очагам, а народу этого горного края, наконец, получить необходимую помощь продуктами питания и медикаментами. Неоднократные попытки выйти на переговоры с командирами бандформирований заканчивались провалом. Одна из главных особенностей этой войны, то, что потери происходят здесь не в штатной боевой ситуации. Бывают здесь подло, в спину, издалека. Стреляющие горы, так называют военные, этот альпийский пейзаж. И потому каждый рубеж, каждая занятая позиция, так дороги тем, кто хочет видеть свою землю процветающей и свободной. Много за эти два года пережила древняя земля, таджик. Но хочется верить, что разум народу, помощь хороших соседей, труд и любовь людей к своей родине спасут нашу страну от пожаров и голода. Хочется верить, что никогда больше братья не поднимут руку друг на друга, а человек с ружьем станет гарантом мира и спокойного будущего нашей республики. Да, еще гибнут люди, еще неспокойно на границе, еще звучат выстрелы по ночам в Душамбе и других городах, заставляют тревожно сжиматься в сердца жителей. И разные мысли приходят в голову, вынуждая людей покидать свою родину. А сделать это в сегодняшней экономической ситуации, как вы понимаете, непросто. Вот здесь, на контейнерном дворе станции Душамбе-2 и прощаются многие таджикистанцы со своей родиной. Здесь же родина встречает тех, кто возвращается. Однако, если для вас это обыкновенная производственная площадка, то для тех, кто решился на переезд, это серьезный жизненный перелом. С того дня, как потянулась цепочка мигрантов из Таджикистана, остановить людей непросто. Не выдержали нервы у многих. И причины, побудившие к вынужденному переезду, разные. Вот лишь некоторые. Война, провокации на границе, неуверенность в завтрашнем дне, боязнь потерять возможность видеться с родными, проживающими за пределами Таджикистана, конечно, слухи, разговоры. Многие уезжают в никуда, не имея гарантии на то, что на новом месте их примут по-человечески. Общая беда подтолкнула к переезду людей разных национальностей, а не только тех, кого нынче называют русскоязычными. И не от таджиков они уезжают. Проблема миграции имеет общие корни. Это проблема, решать которую приходится многим республикам после распада Советского Союза. Относительно спокойствия, пришедшая на таджикскую землю, в очередной раз обнадежила людей. Стали возвращаться на родину и те, кто так и не нашел для себя лучшей доли. В Таджикистан приходит мирной жизнью. Я здесь прослужил 4 года в 201-й дивизии. И, честно говоря, покидаю я Таджикистан с чувством какой-то горечи или утраты, я не знаю. Я могу сказать, что Таджикистан для меня стал второй родиной, потому что здесь, прежде всего, очень доброжелательный и трудолюбивый народ. В России многие журналисты сегодня считают, что напрасно здесь находятся российские военные. Я считаю, что это глубоко ошибочное мнение. И те люди, которые высказывают такие мнения, они не располагают или не владеют реальной обстановкой положения в Таджикистане. Прежде всего, Таджикистан – это тысячи, сотни тысяч русскоязычного населения, прежде всего, которых оставить здесь на произвол судьбы, я считаю, это просто-напросто совершить преступление. Государственное преступление. Я считаю, что моя родина – Советский Союз. Пусть она сейчас, пусть он называется Содружество независимых государств, пусть он называется как угодно, но те границы, которые были, я считаю, они незыблемы. Восползаясь моментом, я призываю всех своих земляков, которые жили, которые родились, которые покинули Таджикистан, Таджикистан зовет их обратно сюда. Наша программа, посвященная Дню независимости Республики Таджикистан, завершена. Мы благодарим телевидение Останкино за предоставленное эфирное время. Мы признательны вам, дорогие телезрители, за то, что все это время вы были с нами. Всего вам доброго. Хошбошит, достойный Азиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова